112 административных правонарушений. Полицейские ЕАО подвели итоги работы за прошедший год. В областном управлении МВД России прошло заседание коллегии с участием представителей исполнительной, законодательной и судебной власти и руководителей правоохранительных структур. Начальник регионального управления МВД Александр Добровольский сообщил, что за прошлый год количество зарегистрированных преступлений сократилось. Меньше стало краж, грабежей, разбоев, преступлений против личности и половой неприкосновенности. По снижению числа граждан, которым причинен тяжкий вред здоровью, ЕАО лидирует по сравнению с другими регионами России. В 2022 году на плечи полицейских областей лег ряд дополнительных задач, связанных с проведением частичной мобилизации. Организована охрана общественного порядка и безопасности на сборном пункте в селе Биджан, где дислоцировалось более 800 мобилизованных граждан области и соседних регионов. В рамках работы оперативного штаба обеспечена незамедлительная реакция на любое осложнение оперативной обстановки. Не допущено нарушение общественного порядка и чрезвычайных происшествий на призывных пунктах под круглосуточную охрану, принятые в военные комиссари этого области. Несмотря на дополнительную нагрузку, удалось повысить общую раскрываемость преступлений, в том числе в сфере экономики и противодействия коррупции, незаконного оборота наркотиков, разбоев и угонов транспортных средств. Как и всегда, борьба с преступностью ведется в тесном взаимодействии с органами власти еврейской автономии. Уверен, что результат правильно выстроенной совместной деятельности, взаимодействие представителей области с органами внутренних дел всегда ориентировано на конструктивное решение актуальных задач. Ресурсы действующих областных, межведомственных, коллегиальных органов правоохранительной направленности используются эффективно. На заседании коллегии сотрудникам органов внутренних дел, которые показали высокие результаты в служебной деятельности, были присвоены очередные звания, вручены почетные грамоты и благодарности. Лучшие сотрудники получили награды из рук начальника областного управления МВД Александра Добровольского и губернатора ЕО Ростислава Гольштейна. По результатам оценки эффективности деятельности органов внутренних дел, первое место занял межмуниципальный отдел МВД России Биробиджанский. Никита Натапов, Павел Славин, Новости 21.